Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев подводит итоги 2022 года. Он, как теперь уже принято, в своем стиле написал большую статью в российской газете. Текст называется «Наши люди, наша земля, наша правда». Медведев в очередной раз напомнил про цели войны в Украине. Там все еще, как он утверждает, российская армия борется с нацизмом. А коллективный Запад при этом якобы мечтает о развале Российской Федерации. Договариваться теперь, цитата, не с кем, не о чем, да и незачем, пишет Медведев. Кроме того, замглавы Совбеза отверг мирные переговоры с нынешними властями Украины, хотя еще накануне выхода статьи так категорично переговоры не критиковал даже Путин. В этом мнение президента и бывшего президента, видимо, расходится. Не обошлось и без пинка мировой экономики от Дмитрия Медведева. США и Европа, по его убеждению, пробивают дно пессимистических прогнозов по инфляции от 8 до 10% при росте ВВП в 2. Однако про то, что в России уровень инфляции давно выше 10%, а рост экономики вообще будет в минус, бывший премьер-министр своим читателям не сообщает. Обсудим, есть ли новый поворот во взглядах Медведева и кто главный читатель его статьи. Обсудим это с Сергеем Пархоменко, журналистом-публицистом. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Сергей, приветствую вас. Слышите ли вы студию? Да, отлично слышу. Добрый день. Очень рад вас видеть. Тихо. И мы вас слышим, и видим. Рады видеть в эфире телеканала «Дождь». Прочитали ли вы что-то новое в этом тексте Дмитрия Медведева для себя? Ну, вы знаете, я как-то, увидев в разных телеканалах ссылки, пошел туда, пробежал глазами как-то, икнул в некоторых местах от удивления и закрыл. Ну, теперь пришлось прочесть, поскольку вот ваш продюсер специально попросил меня прочесть к этому эфиру. Именно так, именно так. Ну, вы знаете, это вот из тех политических заявлений или там политических выступлений, которые сливаются в такой, я бы сказал, протяжный вой такой на одной ноте. В нем, в общем, довольно трудно различить какие-то смыслы. Иногда взбрагиваешь на каких-то смешных деталях. Ну, например, там есть выдающийся совершенно подзаголовок. Подзаголовок, интересно, что подзаголовком все окончается, в тексте нет про это ни слова. Но зато есть такой подзаголовок. Запад загнал себя в клетку, пусть посидит в изоляции. Ну, это смешной, конечно, очень образ. Я так себе представляю, как он енота или скунса, бурундука, в общем, какое-то небольшое животное, которое сидит в зоопарке, в клетке. И, конечно, оно представляет себя, что вот весь мир загнал себя в клетку. Вот они там как-то с той стороны решетки, они огородили себя решеткой. Я-то здесь на свободе. А вот они там все, весь мир, находятся вот в этой клетке, которая меня окружает. Ну, вот примерно такова логика этого заявления. Отчасти как-то нам приоткрывается маленькое окошечко в головы тех, кто в реальности писал этот текст. Ну, опять, будучи редактором, и, ну, в общем, у меня есть некоторый опыт, поверьте, работы с текстами я умею отличить то, что человек написал сам, от того, что человеку написали другие, особенно если есть возможность сравнить это с предыдущим как-то уровнем разговора и так далее. Ну, там есть много вещей, на которые Медведев просто не способен. Ну, вот, я не знаю, когда он там перечисляет разных важных людей украинской истории, он перечисляет, в том числе упоминает там Гоголя и Булгакова и Леси Украинку и Тараса Шевченко. Это понятно, это он в школе проходил. А вот то, что ему туда вписали еще Ахматова и Вернацкого, ну, послушайте, он не знает о том, что Ахматова родилась в Одессе и училась в гимназии в Киеве, а Вернацкий был основателем Украинской академии наук. Он точно этого не знает. Это ему приписал кто-то другой, кто как-то хочет из него сделать умного. Но в целом это просто вой, это просто стон о том, как нам плохо и как мы на них сердимся. Вот на них, на всех, которые обманули наши ожидания. Мы думали, что они как-то улягутся при первом нашем хлопке в ладоши, что как-то все будет так просто, все будет так, как мы хотим, а оказалось, вот что, как-то мир сопротивляется и сопротивляется успешно. Россия в изоляции, армия в печальном состоянии и как-то действительно с авторитетом страны покончено. Мы пропали, впереди виселица. Вот что в этом тексте вижу я. Там еще из тех цитат, на которые я больше всего обратил внимание, позволю себе сейчас зачитать. Возьмите заявление обкурившихся каннабиса каннибалов из Киева. Это балаганные комедианты, которые просто не способны осознать всю меру собственной ответственности за жизни людей в реальном мире. Обкурившиеся каннабиса каннибала из Киева, это как, что там, колпак выколпачивали? Да, смотрите, на самом деле, мне кажется, если мы с вами тихо взялись обсуждать этот текст зачем-то, то здесь есть, собственно, только один сюжет, над которым стоит подумать. А именно, куда хочет Медведев? Ну, совершенно очевидно, что он сидит, лишенный совершенно какой бы то ни было власти, какого бы то ни было влияния на текущие события, и он зачем-то хочет напоминать о себе. Он подает сигналы, он машет руками. Эй, вы, я тут как-то, пожалуйста, вспомните обо мне тоже, возьмите меня. Вот куда он хочет, чтобы его взяли? Что, собственно, является его личной задачей? Он же зачем-то сажает этих своих спичрайтеров писать этот текст. Хотя я не удивлюсь, если окажется, что эти решения тоже принимаются где-то в другом месте. И вот у нас будет текст, а подпишет его Медведев. Такое тоже может быть вполне. Но Медведев явно пытается что-то из себя изобразить на протяжении вот этих всех последних военных месяцев. Он пытается сделать вид, что вот он, собственно, самый свирепый, самый страшный. Что это такое? То ли он, то ли это такое нехитрое усилие для того, чтобы поддержать вот эту знаменитую мысль о том, что у нас царь самый главный европеец, а тут вот, значит, российский фараон является самым прогрессивным и, собственно, самым мягким и здравомыслящим. И как-то вы не трогайте, пожалуйста, и не обижайте, пожалуйста, Владимира Владимировича, потому что в случае чего будет еще гораздо хуже. Смотрите, какое свирепое зверье вокруг. Как-то представляете, что будет, если вот они дорвутся, там, какой-нибудь Патрушев или вот это вот страшное-страшное вот это, значит, существо, запертое в бывшем Доме Дружбы на Новом Арбате в Москве. А что, если вот мы его выпустим как-то, и он будет прыгать по Кремлю и что-то такое делать? Будет так ужасно так сказать? Берегите Путина. Не исключено, что в этом, собственно... Иначе говоря, кто, на ваш взгляд, главный читатель этого текста? Потому что есть мнение, что вообще у всех текстов и записей в Телеграме, которые последние 10 месяцев генерирует Медведев, есть мнение, что у всего этого читатель один, и зовут его Путин Владимир Владимирович, и для него все это пишется. Это одно из... На мой взгляд, это один из двух возможных вариантов. Я, к сожалению, не могу никак выбрать, никак не знаю, к которому из двух склониться. Один вариант действительно вот такой, он вполне непротиворечивый сам внутри себя, что Медведев пытается Путину напомнить о своем существовании. Как-то вот, смотри, я тоже могу, возьми меня, я зачем-нибудь тебе пригожусь. Это вполне можно таким образом трактовать все его выступления, все вот эти смешные его там тексты в Телеграм-каналах, то, что он нанял вот этих вот каких-то особенно разнузданных спичрайтеров, которые стали за него писать и так далее. Можно так. Есть другой вариант, что это, наоборот, сигнал вовне, что из Медведева сделали одно из... Их несколько таких. Одно из пугал. Ну, буквально пугал на огороде. Вот стоит такое вот, представляете себе, да, на палке, старый пиджак, какой-нибудь таз на голове. Пугало, так сказать, для пролетающих птиц. Вот такое пугало делают из Медведева. Как-то посмотрите, какие у нас тут есть зверюшки и как у нас тут могло бы быть страшно, если бы не Владимир Владимирович. Берегите Владимира Владимировича и как-то не отвергайте его в качестве собеседника. Это тоже внутренне противоречивая, вполне работающая версия, стоящая на ногах. И она ничуть не хуже, чем первая, но ничуть и не лучше. Вот, на мой взгляд, есть две возможных трактовки. Так бывает. Я понимаю, что читателю хотелось бы, и слушателю, и зрителю, хотелось бы какого-нибудь окончательного, однозначного мнения. Вот скажите нам, что это такое. Не могу. Могу вам сказать, что вот, на мой взгляд, есть два варианта толкования этого, и оба они, кажется, мне вполне вероятны. Я благодарю вас, Сергей Пархоменко, журналист, который специально ради телеканала «Дождь» и зрителей телеканала «Дождь» прочитал этот огромный текст Дмитрия Медведева, бывшего премьер-министра, бывшего президента Российской Федерации, ныне заместителя руководителя Совета Безопасности. Текст опубликован в российской газете.